На стадионе «Труд» гонщики Балаковского клуба «Турбина» сразились с командой «Восток» в рамках командного чемпионата России. Это первый финальный матч соревнований, и он завершает спидвейный сезон на Балаковском стадионе. Остальные гонки пройдут в других городах. Поэтому в день соревнований на стадионе собрались, наверное, все фанаты «Турбины». По приблизительным подсчетам на трибунах было около 6 тысяч болельщиков. Но не только заключительная гонка стала для них поводом посетить стадион. За Балаковскую команду в этот день выступал Эмиль Сайфудинов. «Мастер спорта международного класса, чемпион мира в командном зачете 2018 года, без сомнений лучший спортсмен страны Эмиль Сайфудина!» До последнего было неясно, каков же будет полный состав команды «Восток». В программке было не указано, кто выступает под вторым и четвертым номерами. Поэтому болельщики гадали, кто же будет участвовать в гонке. Этими темными лошадками стали сильный гонщик Павел Лагута и начинающая звезда спидвея Марк Кореон. И вот первый старт. У стадиона взрывел от эмоций. В заезде от «Турбины» участвуют Эмиль Сайфудинов и Илья Кузнецов. Их соперники – Сергей Логачев и Марк Кореон. И никто не сомневался, что первым в этом заезде будет Эмиль. Ну а затем начался настоящий спидвей с падениями, предупреждениями от судей, удалениями с трека, неисправными мотоциклами. Болельщики поддерживали, конечно, любимую команду. «Иногда ездим в Тольятти». «За турбину, за нашу Блаковскую турбину. С детства, с детства хожу. С бабушкой ходил». «Вот его результаты. Победу у него одержал номер второй Марк Кореон. Ну я думаю, что однозначно Сайфудинов Эмиль. Ну и Чалов, Кубаков. Наши звезды, начинающие звезды». «Все остальные турниры проводятся международные какие-то и на нашем стадионе запросто». Счет гонки постоянно держал в напряжении и участников заездов, и болельщиков. Разрыв в несколько очков в турбине нужно было сохранять, но гонщики Востокова наступали им на пятки. 30-25, 40-37. И вот заключительный заезд. На треке Илья Чалов, Виталий Котляр, Владимир Кулаков и Вадим Тарасенко. «Держать все позиции. Остался один заключительный круг. Заключительный вираж. Илья Чалов, турбина». Победа турбине далась нелегко. Что и говорит «Восток», очень непредсказуемая команда. Но мастерство наших гонщиков оказалось на высоте. По количеству набранных баллов лидировал Эмиль Сафудинов, 18, и Илья Чалов, 12. В команде «Восток» больше всего баллов набрали Павел Лагута, 10, и Виталий Котляр, также 10. Любимая команда наша «Турбина» сегодня действительно немножко нас, так сказать, полуноваться заставила. Но ребята боролись, боролись по-честному. Им тоже хотелось сделать для нас прекрасное закрытие этого сезона. Ждали от нашей команды чудо, и чудо к нашему счастью произошло. Поэтому огромное спасибо всем ребятам. Они боролись. Огромное спасибо жителям Балакова, которые сегодня пришли, поддержали любимую команду. Ответная гонка состоится 3 октября во Владивостоке. Но будет ли там участвовать Эмиль Сафудинов, неизвестно, потому что у спортсмена довольно плотный график. Если у нас хоть какой-то шанс, во-первых, спасибо тебе большое. Если у нас дам спасибо тебе за грязный. Есть ли хоть какой-то шанс у нас в развитии себя на дороге поскольку? Я думаю, навряд ли. Ну и давайте, я просто сейчас озону, который сейчас не отойдет, это сейчас в неделю. А на следующей неделе мы свяжемся, да, и я вам сейчас свяжу, да, и я вам сейчас свяжу. Да, хорошо, хорошо. После завершения соревнований звезда «Спидвей» рассказал, как ему далась эта гонка и зачем он писал письмо президенту Владимиру Путину. Да, действительно, я написал после чемпионата мира пар, когда мы выиграли, я написал письмо, содержание такое, что есть успехи, и я считаю, что такие успехи должны, и такой спорт должен фонсироваться в стране, и должно быть, как бы объяснить вам, лучшее развитие, школы открывать, больше треков, может быть, и так далее. На чем этот спорт будет держаться? Соответственно, молодежи, да, нужно расти молодежь, а молодежь – это нужно расти, чтобы как положено, не так, как делается, например, пришли, кто-то получилось, кого-то не получилось, и он через силу, он должен быть профессиональный, должен подготовлен физически быть, чтобы он выезжал на такой трек, как сегодня, например, чтобы в каждом моменте он понимал, что он делает. Гонка, ну, тяжелая, ну, конечно, видите, у нас, я так понял, по нашим юниорам то тяжело было им, и их юниоры обгоняли наших, и получается так, что нам вот эти очки как раз, может быть, не получилось, чтобы выиграть как раз больше счетов. Знаете, дорожка была, ну, тяжелая, все видели, да, как все ездили, ну, я вот как и начинал с чего, что вот нужно молодежь правильно расти, чтобы физически они были подготовлены, чтобы на такой дорожке как раз справились. Несмотря на то, что Эмилису Фудинову в пять часов утра нужно было попасть в Самару, он уделил немного времени общению с поклонниками спидвея, среди которых оказался и директор Блаковского филиала АО «Апатит» Алексей Грибков. Я приехал в Польшу, там, в одно из предприятий. Ага, захожу, сейчас быстренько найду фотографию. А у них стоит футуэтка, тоже чемпион. А, да, да, да. Я такой вижу. Вы что, тоже спонсируете спидвея? Да. Она подойдет до мной, потом спонсирует. Компания «Фосагра» уже давно помогает Блаковскому клубу «Турбина» развиваться. В этом году благодаря поддержке предприятия «Турбина» закупила два детских мотоцикла и три двигателя. Годом ранее четыре мотоцикла и также три двигателя. И нет никаких сомнений, что компания «Фосагра» и дальше будет поддерживать спидвей в Блакове. Для нас команда «Турбина» – она родная команда. Да, мы живем в этом городе. И я думаю, что и в следующем году у нас уже, мы сегодня уже готовим программу развития нашей команды. И техническую, и развитие стадиона. Вот, поэтому мы уже начали подготовку с руководством команды, с тренером. Поэтому здесь никакого вопроса нет. Мы, безусловно, будем и дальше продолжать поддерживать команду «Турбина» и наш любимый спорт спидвей. А значит, наша команда и дальше будет радовать болельщиков красивыми и зрелищными гонками.